Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас мы поговорим, если в первой части мы больше говорили о таких международных делах. Сейчас, конечно, о сугубо латвийских. Все, что связано с пандемией, много было новостей на этой неделе. В частности, комиссия Сейма по социальным делам обсудила действительно очень актуальный вопрос о высокой смертности от ковида. Латвия здесь, к сожалению, тоже в таких лидерах устанавливает один антирекорд за другим. Мы помним, что в один из дней, по-моему, 15 ноября это было, было констатировано за сутки 79 смертей от ковида. Это, конечно, ужасно. Председатель подкомиссии Сейма по здоровью Виталий Орлов у нас сегодня в студии. Давно вы у нас не были. Добрый день. Добрый день. Да, ну понятно, что причин, наверное, множество. Но все-таки что происходит? Ведь, в принципе, вот если мы берем такую общемировую статистику, ну, по крайней мере, цивилизованных стран, где система здравоохранения работает более-менее нормально, ну, не больше 1% считается смертность, ну, 1,2, ну, у нас явно это превышает почти 4%. Если так посмотреть, это количество заболевших, что все-таки происходит? Это, наверное, комплекс проблем, да? Да, безусловно, это очень комплексная проблема, потому что там просто нужно брать эти сегменты и смотреть в каждом сегменте, что нужно делать для того, чтобы этого не было в будущем. Если мы говорим о самом пациенте, да, безусловно, как мы все знаем, вирус поражает, как правило, людей с ослабленным иммунитетом и с хроническими заболеваниями. То есть они и так уже ослаблены, плюс еще вирус. Да, они так уже ослаблены, плюс еще, значит, добавляется сам по себе этот вирус. Поэтому состояние самого человека, то есть насколько он много уделял внимания своему здоровью, были ли ему доступны медикаменты, пользовался ли он ими. Вот и смотря на каждую проблему, мы можем понимать, что в данном случае нужно делать. То есть мы знаем, что очень много людей не могут себе позволить компенсировать медикаменты, потому что очень большое софинансирование. То, о чем я на протяжении последних, наверное, 10 лет говорю, что мы должны вернуться к той модели, которая была до кризиса 2012 года. То есть когда государство сказало, что пациент должен платить больше своего кармана и ввела эту норму. Помните, тогда были обрезаны еще и пенсии людям, пенсионеры должны были помочь государству выйти из кризиса. Но все вернулось на руки своя, у нас вышли из кризиса, а систему софинансирования мы не вернули назад. И вот мы начинаем пожинать плоды того, что не хватает финансирования, не хватает врачей и медсестер. Вот сейчас мы на комиссии говорили о том, что чтобы разгрузить семейного врача, которого очень, скажем так, много нагрузки и довольно-таки бюрократическая система отчетности, Министерство здравоохранения и наша комиссия начинают дискуссию о том, чтобы была бы третья медсестра оплачиваемая. То есть, чтобы в команде семейного врача работала еще третья медсестра. На что сельские семейные врачи сказали, нет медсестер, то есть вы можете дать денег, а этих медсестер нет. Значит, это говорит о том, что зарплаты среднего медперсонала неконкурентоспособны. Девчонки, заканчивающиеся медучилища, уйдут в косметологи в сферу услуги, маникюр, педикюр, но не остаются работать по профессии. То есть, проблема с зарплатой, к примеру, семейных врачей уже более-менее решена. Они получают, я считаю, что довольно достойную оплату. Достойную оплату. Вопрос стоит о среднем медицинском персонале. И то, чтобы, заканчивая обучение, девчонки, медсестры оставались в профессии и выполняли кладбу Гиппократа и то, что сейчас дается при окончании вуза. То есть, и вот эти предметы, вопросы, о которых мы сейчас говорим, они являются составляющими той высокой смертности. Потому что, безусловно, не снимаем ответственность с той, что организация, наверное, не на должном уровне. И семейные врачи иногда по телефону пытаются лечить пациентов. Семейные врачи, да. Потом, как работает сейчас неотложка, которая тоже есть определенный алгоритм, да, что диспетчер, принимая вызов, решает, нужно ли, не нужно отправить. — Бригаду, да. — Бригаду, да. А врачей-приемника слышат, что часто, условно говоря, привозят умирать. — Значит, где-то эта система не работает. — Где-то система это не работает. Поэтому состояние пациента, финансирование, сама как отлаженная система, то есть это комплексный вопрос, который требует постоянного внимания и постоянных изменений. — Да, цифры, конечно, не в нашу, скажем так, сторону, не в нашу пользу. Мы опять находимся в конце Европы всей, да, со своей смертностью, что не делает нам чести. Хотя, конечно, финансирование системы здравоохранения очень сильно увеличилось, это безусловно. Это видим. Бюджет 1,3 миллиарда уже системы здравоохранения. Но правильно ли мы все деньги используем, правильно ли мы отправляем, или мы двигаем проекты, которые, наверное, можно было бы отложить, а деньги перенаправить в более, скажем так, необходимые. Но это вопрос дискуссий профессионалов, медиков, системы здравоохранения, ну и, безусловно, политиков. — Да. Вот еще одна тема, она, понятно, что долгоиграющая, сейчас правящая коалиция, ей не позавидующая при всем при этом, да, мы не будем говорить, какие они бедные несчастные, ну, в принципе, если объективно. Им предстоит принять такое непопулярное решение о введении срока действия сертификата. С одной стороны, вроде понятно, об этом говорят и ученые, и медики, что через какое-то время эффективность вот этих вакцин, которые мы сделали, снижается, с одной стороны. С другой стороны, есть такое вот понятие больше юридическое, какая правовая предсказуемость все-таки людям, когда мы сейчас говорим даже не о тех, кто сделал там одну инъекцию Янсена, те, кто сделал, допустим, Pfizer и Moderna, традиционные вакцины, большинство все-таки латвийцев привиты ей, они прошли полный курс, эти две прививки, им сказали, что вот этого достаточно, вот у вас, так сказать, сертификат. Ну, теперь им намекают, что, видимо, с февраля будет введено решение о том, что в какой-то момент их опять никуда не будет пускать, уже вакцинированных, и пойдет, придется все делать по третьему кругу, буксионную. Сейчас тоже можно сделать добровольно эту буксионную вакцину. Ситуация у людей разная, да, потом может кто-то сказать, что, может, и не нужно эту буксионную вакцину было всем делать, а только действительно людям, о чем мы говорили, с хроническими заболеваниями, со слабленным иммунитетом. Ну, Абик, мы с вами медики, мы видим, что иногда принимаемые решения комитета министров, они не совсем логичны. Помните, когда было решение, что неважно, привитый или непривитый, ты на работе можешь появиться, сделав тест, и были закуплены, закуплена первая партия тех тестов. За большие деньги, да. Да, а потом оказалось, что нет, это будет добровольно. Вот я все время думаю с позиции этих антиваксеров, да, которые не хотят вакцинироваться. И вдруг они узнают, привитый ты или непривитый, на работу ты придешь только после теста. Вот какая дается мотивация о прививке, если все равно даже привитым не будут пускать. Потом их сказали, что нет, это неправильно поняли, что это будет добровольно, мы хотим помочь большим предприятиям, большим количеством работников, да. Но все ушло в масс-медиа, и мы слышали от премьера-министра и министра законодательства именно вот такую трактовку, да. И эти вот решения, которые принимаются, их надо очень хорошо продумывать, и безусловно должно быть учитываться мнение специалистов, а политики, скажем так, свои решения должны принимать все-таки на основании какого-то международного решения и решения наших местных специалистов. Вот тема антитела переболевших людей, которые переболели бессимптомно, то есть им не был поставлен диагноз COVID, допустим, член семьи, вся семья переболела, он пошел сдал антитела, оказался, что антитела есть. У него нет сертификата переболевшего, и, соответственно, его заставляют делать эту самую прививку. Остальных членов семьи не заставляют, потому что уже антитела есть, и дали на 6 месяцев прививоченный сертификат, дали, и только по окончании, скажем, этого времени нужно будет пойти в вакцинацию. На комиссии, когда мы об этом говорили, оказалось, что у нас нет исследований вообще о антителах, то есть мы всех продолжаем колоть Астезенекой, Модерна, Джонсоном, Файзером, но никто не определяет, какая чувствительность на эти прививки у людей и переболевших людей. Абсолютно справедливо, тем более, что бывают ситуации, что заражаются и переболевают, правда, бессимптомно, и с легкими силами, и те, кто полностью привиты. У них большое количество антител, может быть, им сейчас не нужно делать буксерную прививку. Вот об этом я и хочу сказать, что правильно по-медицински делать третью прививку тогда, когда мы понимаем, что после двух сделанных прививков антител, их практически недостаточно. Если тетр антител довольно-таки высокий, то тогда нужно её просто-напросто отложить и следить за этим. Допустим, я могу сказать так, что когда я сделал вторую прививку в июне прошлого года, в августе я сделал себе антитела. Я сделал в июне прошлого года, и я в июне прошлого года. Да. Антитела я сделал в августе, через 45 дней. У меня есть данные. Теперь, я думаю, что в конце этого года или начале всего года я сделаю следующий. И ты сможешь сравнить. И сравню, если у меня антитела уровень достаточно, значит, что я, наверное, коммуницировал с больными, не заболевал, а организм у меня постоянно их выделяет. То есть он встречался с этим вирусом. Он встречался с этим вирусом. И поэтому смысл делать третью прививку, если уровень антитела довольно-таки высокий, то чисто медицинских я не понимаю. Я говорил с коллегами, но они думают так же, что все должно базироваться на каких-то данных, а не на просто тому, что вот делаем всем третью. То есть не нужно политику мешать с медициной. Да, да. Вот здесь вот третью. Я понимаю, что, наверное, это процесс. Его нужно организовать, нужно вести посетительскую работу, чтобы люди понимали, что нужно делать третью вакцину, если у них они не защищены уже. Но у нас всех пытаются нагнуть, всех пытаются переломить через колено и всем сделать третью вакцину. Если мы к этому придем, мне кажется, что это не самый правильный подход. Ничего, кроме негатива и увеличения, скажем так, этих пессимистов антиваксерских в обществе не получится. Это то же самое, что касается детишек. Да, ведь правильно сказали, кстати, врачи детской больницы, сами они сказали. Сегодня, кстати, было заявление старшего врача, он говорит, что если мы говорим о том, что привела детей, особенно с 5-летнего возраста, как сейчас у нас разрешает, разрешение с 5 до 12, то в первую очередь это вообще необходимо детям с хроническими или врожденными заболеваниями. Зачем же всем детям, где мы знаем, что 99% там болеет процентов легко, зачем же всех сейчас прививать? Вот об этом же и идет, что... Должны быть какие-то медицинские показания. Да, я знаю, что бывший министр здравоохранения, господин Белевич, который у вас бы гостил или в другой студии, он сказал, что он не хочет, чтобы его внуки, которым нет 12 лет, он не хочет, чтобы им была сделана эта вакцина. То есть он то, он как с медицинским и химическим образованием, биологическим образованием, он понимает, что все эти недавно созданные, нету исследований и ТТП, что это не является вот той обязательной компонентом вакцинации. То есть все-таки определенный возраст, определенное состояние, здоровье, и действительно, кому нужно делать, это людям со слабым иммунитетом и с хроническими заболеваниями. Это может помочь легко переболеть. Поэтому здесь вот я являюсь и рекомендую людям в возрасте с хроническими заболеваниями подумать еще раз и все-таки привиться. К ним это, как говорится, относится обязательно. Тем более мы видим, какая высокая смертность, в том числе в этой категории, в первую очередь в этой категории возросло, 60+. И, к сожалению, все больше и больше появляется этих фактов, когда люди якобы привиты и умирают, и потом узнаем, что все-таки сертификат был поддельный. Это тоже проблема, что для меня было большим таким вот шоком. Я не думал, что мои коллеги, их мало очень, но они есть, которые могут пойти на такой, скажем так, подлог. Ты можешь быть, условно говоря, ну не то что антиваксином, а скептически относиться, скажем так, к тотальной вакцинации, но идти на подлог, который потом, скажем так, лишает жизни твоего просящего, кто тебя просил это сделать. Потому что в реанимации на этих людей смотрят, как, значит, людей якобы привитых, и у них совсем немножко, и у них другой алгоритм лечения. Другой алгоритм лечения, да. Они ждут, когда антитела начнут работать, а они не работают. Они не работают, и потом, беря кровь, получая анализы, они понимают, что то время, которое нужно было, упущено. Потому что мы знаем, что министерство здравоохранения сказало, что все медикаменты, необходимые для лечения, и эти вот знаменитые, которые там пользовался и Трамп, и ТТП, они есть в наличии, и они даются. В ЛАТ и в том числе, между прочим. В ЛАТ и в том числе, да. И они даются, если для этого показания. А привезенный пациент, который якобы вакцинирован полностью, и у него происходит таксозаболевание, к нему действительно другой алгоритм. То есть они не начинают ему давать дорогостоящий мононуклеарный коктейль. Да, 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 потому что они ждут, что антитела начнут действовать, и эти противовоспалительные, и кислород, и другая методика, которая используется, они помогут. А когда идет полностью поражение легких, и понимается, что человек не вакцинирован был, то уже потом это является поздно, и, к сожалению, люди уходят. Это то, что часть этих, маленькая часть медиков, которые на это пошло, это для меня было шоком. Шоком таким. Я сейчас задам вопрос, он такой, ну, не знаю, можно назвать его философским, политическим, психологическим. Но вот сколько раз, я помню, вы и в этой студии в том числе, естественно, говорили о том, что, ну, все-таки нужно прекратить медиков финансировать по статичному принципу, и медицина тоже, да. Представители правящей коллекции нам все время говорят, ну, видите, уже бюджет здравоохранения больше миллиарда. Конечно, вопрос о том, как тратятся деньги, это всегда такой вопрос очень актуальный. Но вот сейчас мы уже два года находимся вот в этой условии пандемии, все поняли, как важно вообще и систему здравоохранения финансировать, и вообще прекратить ее там сокращать, закрывать больницы и так далее. Ну, вот сейчас вот бюджет недавно принимался, выводы какие-то правящие коллекции сделали, они думают, ну, скоро же пандемия закончится, и мы опять все вернемся на круги своя. Не могу сказать, что сделали выводы. Во-первых, опять не выполнено обещание увеличения финансирования зарплат, которое было обещано профсоюзу медиков, это первое. Второе, мы смотрели опять бюджет компенсации медикаментов, нет, он остался таким же, как был и в прошлом году, при том, что сейчас уже известно, что есть дефицит 17 миллионов. То есть 17 миллионов правительство должно будет найти из непредвиденных сходов и закрыть долги перед представительствами по проданным медикаментам. То есть, если мы знаем, что есть бюджет, значит, понимаем, что есть дефицит, мы понимаем, что он будет такой же и в следующем году, значит, тогда нужно на эту сумму хотя бы увеличить, да, чтобы выйти в ноль. Нет, мы понимаем такой же самый бюджет на компенсацию и, значит, это в июне, в июле следующего года опять уже начнем жить в долг. То есть, я не могу сказать, что делаются такие системные выводы, да, они больше, вот есть ситуация с ковидом, вот говорим, что мы туда вот столько-то денег потратили, мы там на кислород, мы на это сам. Да, это, безусловно, это все это нужно, да. Но все больше и больше, вот работая в ковиде, мы сталкиваемся с тем, что эта программа не выполнена, это зависло, это не реализовано. А на вопрос, почему, ну, мы живем в такое сейчас время ковидное, да, что все силы министерства брошены на борьбу с ним, и штат, мы знаем, что, по крайней мере, этот центр вакцинации, он был увеличен для борьбы с ковидом, остальные работники должны выполнять свои функции, которые они должны выполнять. Поэтому, ну, это аргументация, что все занимаются ковидом, нет, было бюро, которое было преобразовано, потом вошелся ФНВД, они должны заниматься только ковидом, остальные все должны заниматься тем, чем они должны заниматься. Да, вот если мы вообще говорим о больницах, я знаю, что вы в свое время объезжали региональные больницы, вообще ситуация там какая, она сильно отличается от Риги по финансированию медиков? Вот каждый раз, когда я посещаю региональную больницу и слежу, как идет распределение денег Министерства здравоохранения по республиканским, академическим больницам и региональным больницам, я все больше и больше прихожу к мнению, что все-таки, наверное, все больницы нужно передать в ведение Министерства здравоохранения, то есть, миниципалитеты должны их отдать. Во-первых, отличается заработная плата, и, как правило, она намного больше и в успешных больницах, такие как Валмирская, допустим, Рижские больницы, Юмольская, наверное, тоже. Когда врачи просто уезжают, значит, нету кого-то единой такой системы зарплаты, поэтому каждый старается как можно больше своим врачам платить, если мы говорим о муниципальном, и успешно работающие. И когда вот сейчас нужно было очень четко реагировать на создание коек, то, скажем так, больницы прямого подчинения, они четко выполняли требования Министерства здравоохранения. А региональные больницы, которые тоже должны были создать, они должны были подписывать договор с НВД, значит, должны были согласиться на их условия. А мы помним, что, допустим, Огорская больница, да, сказала, что нет, мы не будем принимать ковидных больных, потому что у нас вентиляция не соответствует, то, что это будет, это будет фикция, все равно люди будут здесь болеть. То есть часть больниц просто не захотела принимать больных ковидных, потому что они бы потеряли бы тогда эту категорию платных пациентов, которых не оплачивает государство, или часть которых оплачивает сам пациент. И они просто-напросто не пошли, не подставили плечо системе здравоохранения, а сославшись на объективные, скажем так, объективные противопоказания, но дали понять, что они не хотят участвовать в этой ситуации. Потому что Огорская больница, это рядом, да, то есть туда можно было отвезти людей, это для рижан, скажем так, которые могли бы подъехать и навестить своих родственников, которые лежали бы, скажем так, состояние которых было не очень тяжелое. Поэтому я все больше и больше склоняюсь все-таки к тому, что, наверное, нужно все больницы, у которых заключены договоры с НВД, и которые являются муниципальной собственностью, передать введение системы Министерства здравоохранения. И они тогда смогут, а, разделять услуги в потоке, формировать потоки, ввести не то что единую заработную плату, а какая-то базисная заработная плата, и в зависимости от достигнутых результатов примировать хорошо работающих врачей. Да, вот еще одна тема, она напрямую не связана с медициной, хотя все у нас взаимосвязано, но вот поскольку вы работаете долгие годы в комиссии СИМа по социальным вопросам и труду, ну, я так понимаю, что сейчас этот вопрос будет очень актуальный, смогут ли вообще значительная часть жителей и домашних хозяйств оплатить те коммунальные счета, которые им придут, особенно в январе, мы знаем, что декабрь еще не закончился, но, по крайней мере, первая половина была его очень холодная, да. Это мы знаем, какие будут счета, сегодня как раз пришла новость, что тарифы на Латвию с газа с января возрастут практически вдвое, да, я так понимаю, что пока у правительства особых вариантов решений нет, но вот только единственное прозвучало, что, возможно, снизит ПВН или НДС на электроэнергию, практически это все. Ну, да, первый раз о ценах на энергоресурсы мы подняли, когда смотрели бюджет Министерства здравоохранения. Еще тогда, да? Да, потому что было понятно, ну, мы все получили предупреждение от Латвии с газом, что цены тоже будут изменены, и задали вопрос республиканские академические больницы, то есть, каким образом они будут покрывать подорожание энергоресурсов, потому что тарифы не изменены, а финансирование осталось, условно говоря, на том же уровне, ну, отдельные программы, скажем так, целенаправленное увеличение финансирования отдельных программ в этих больницах. И тогда господин Каллис, это представитель общества больниц Латвии, сказал, что те 4%, которые вы добавили на зарплату, скорее всего, до врачей не дойдут, потому что мы должны будем с них погашать возросший энергоресурс. И, то есть, понятно, что улучшение в системе здравоохранения не предвидится, потому что все это будет идти на покрытие издержек. И здесь же, следующий этап, это возникает, это население, да, которое может претендовать на пособие по жилью, да, попадая в определенную категорию, и с увеличением пенсии необлагаемого уровня окажется, что часть людей перейдет из потребителей, те, которые получали пособие, они оттуда выпадут, и в то же самое время опять увеличиваются эти самые газ и электричество. И это все попадет на них. То есть, я знаю, что самоуправления Латвии очень обеспокоены этим, и они хотели бы, чтобы 30% на пособие по жилью, да, майклю паблс, да, все-таки государство подставило плечо, и 30%, что будет выплачивать самоуправление, было софинансировано со стороны государства, потому что иначе они боятся, что они не справятся с законными требованиями жителей, которые придут, будут обращаться в социальные службы и будут говорить о том, что им положено пособие. Еще одна тема, ну, мы все-таки надеемся и исходим из того, что рано или поздно пандемия закончится, есть даже какие-то оптимистические заявления по поводу омикрона, как ни странно, потому что мы слышим, что омикрон, он, по крайней мере, протекает, ну, из того, что мы сейчас наблюдаем, легче, чем при дельте. Якобы он задавит почему-то. Да, якобы он задавит, то есть он сначала вытеснит дельту как более заразный, а потом, поскольку он более легкий, так как концепция такая, что, может быть, действительно он станет просто как сезонным таким гриппом. Ну, будем надеяться, что это произойдет, ну, тогда, может быть, опять станет актуальная тема вообще получения людьми вот такой помощи диагностической и консультативной, и плановой операции по другим заболеваниям, которые никуда у нас не исчезли. Я почему говорю, потому что сейчас, когда люди звонят и говорят, слушайте, ну, мы хотим пройти то или иное обследование. Мы знаем, что сейчас у нас декабрь, записывают в лучшем случае на февраль. И при том многие говорят, слушайте, мы готовы заплатить, не надо нам эти квоты, мы готовы заплатить, чтобы получить... Говорят, а все равно, у нас такие очереди, что раньше февраля-марта никак. Вот что ты с этим можешь сделать, потому что даже когда люди готовы вложиться в свои, понимая, что три месяца, если у них подозрение на то или иное заболевание, это очень много. Ну, вот эта проблема, как я говорил, что не хватает медсестер и врачей, она никуда... То есть оборудование вроде есть, а вот... Да, 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 она никуда не исчезает. Молодые врачи, заканчивая часть, продолжают уезжать. И, скажем так, попытки, попытки ослабить, не то что контроль, скажем так, попытки вернуть людей, которые закончили Рижский медицинский институт или Рижский медицинский академий, уехали на какое-то время в другие страны, которые вернулись, дать им возможность работать, а, к сожалению, натыкаются на противодействие со стороны общества врачей, потому что, как ни странно, и Ассоциация медсестер, и общество врачей Латвии, они хотят, чтобы было очень жесткое регулирование сферы деятельности. С одной стороны, я их понимаю, а с другой стороны, это создает такую, скажем так, монополию, куда не может приехать врач из другой страны, который работал в другой стране, и для того, чтобы сертифицироваться здесь, он должен пройти довольно-таки жесткую процедуру. Это один из таких примеров, это такой Гутманис, который работал эндокринологом в США, вернулся сюда. Доктор наук, между прочим. Доктор наук, который преподает в Финал США студентам, здесь так и не смог пройти эту сертификацию, и человек, насколько я знаю, уехал назад в США. То есть, закончивший здесь медицинский институт, отработавший там, и решивший, что он как-то должен отдать долг стране, приехал сюда и не смог это самое. То есть, знающий язык, я не языке говорю. То есть, не подошел доктор на медицинских наук. И наши дебаты в комиссии о сертификации и требованиях закона всегда, скажем так, жестко с ассоциациями отстаиваются, потому что их мотивация, что здоровье превыше всего, и мы отвечаем за своих специалистов, и неважно, где он там работал, где он учился, кроме него эта степень, он должен подтвердить свои знания здесь, в Латвии. Да, это совершенно точно. Я сразу вспомнил такой вот реальность, не анекдот, что был в свое время конкурс двойников Чаплина, и сам Чаплин, который решил подшутить и поучаствовал, занял на нем только третье место. То есть, я к чему говорю, что вот известный доктор-эндокринолог, доктор медицины, который практиковал в Соединенных Штатах, тут не подошел, не прошел конкурс. Да, да, да. Да, так сказать. Ну, в этом что-то, наверное, есть. Не могу в завершении не задать вам вопрос. Я думаю, наши радиослушатели хорошо помнят, что вы в течение многих лет так усложилось, работали в комиссии Сейма по мандатам. Это вторая ваша комиссия. Я сейчас продолжаю. И сейчас, да, и вот я помню, в предыдущие годы вы говорили, приводили примеры, что вот на каком-то этапе с этикой отдельных слуг народа стало совсем плохо. Да, помните, что были случаи в прошлых парламентах, кто-то приходил навеселе работать в Сейм, кто-то с трибуны нес такое, что просто стыдно было. Что сейчас? Многие сейчас говорят о том, что, вы знаете, ну, поскольку депутаты все работают на удаленке, то уже этой проблемы нет, все стали такие спокойные. Правда, я вижу, что некоторые депутаты выходят чуть ли не у майки в прямой эфир, в автомобиле, кто-то на тренажере. Я могу сказать одно, что я, вот, можно так сказать, что я рад, что я не руковожу теперь этой комиссией, потому что очень тяжело было бы мне, как говорится, в комиссии, потому что то количество, скажем так, как, на мой взгляд, нарушений, которые есть, сейчас это воспринимается как само собой разумеющее. То есть, действительно, дресс-код какой-то должен быть. Я считаю, что если ты работаешь отдаленно, и ты выходишь в эфир, допустим, ты ответственный референт по какому-то закону, да, то наличие рубашки, это самое, рубашки, да. Хотя бы, я уже про костюм не говорил, да. Понимаешь, ты сидишь там у себя дома, но рубашка, да, она должна быть, ну, это минимум, да, но действительно, люди... Ну, не нужно выходить в майке. В майке, в свитой, это самое, но это неуважение. Может быть, меняются времена, и когда я учился, были преподаватели, и нам, к врачам, были определенные требования, как мы должны выглядеть, да, и это заложено в тебе, ну, я смогу сказать, что много дала армия, которая тоже научила, как говорится, как ты должен выглядеть, да. Поэтому... Тут какие-то нормы приличия минимальные нужно соблюдать. Да, они, их нужно соблюдать, и в тебя это вложено, ты стараешься этому придерживаться. Молодые, которые зашли, и у которых нет этих традиций, они почему-то считают, что это не то, что нужно соблюдать традиции, а нужно вводить какие-то новые, которые, на мой взгляд, дискредитируют парламент как таковой, да, то есть опускают статус депутата в глазах людей, то есть то, что мы должны быть с народом, это безусловно, да, то есть это, скажем, быть, жить среди них, знать их проблемы, покупать... Это понятно, да, но мы в то же самое время должны быть для них это самое... То есть я всегда старался стремиться за теми людьми, которые для меня были, скажем, уважаемые, да, то есть я понимал, что вот они этого достигли, и старался быть на них похожим, да, и, ну, не то, что одевался таким, выглядеть, как они, понимал, что это, как это всё-то выглядит, то есть, а сейчас даже вот примеры, как рассматриваются эти вопросы, вот Каменьш, да, когда мы рассматривали его выдачу, разрешили присутствие адвоката. Адвокат выступал на закрытом заседании, вместо Каменьша обсуждал, почему нельзя выдавать на преследование. Последний случай, это самое... прокурор запретил, что присутствовал адвокат, который бы дал бы какие-то свои пояснения по делу Адамсона. То есть два одинаковых депутата. То есть я считаю так, если мы один раз решили, что депутат, не сведущий в юридических вопросах, может пригласить адвоката и дали добро, то почему в другом случае мы уже этого не делаем? И вот таких вот примеров, которые... их масса, да, это меня, как вот то, что я... Почему я радуюсь, что я не указываю больше комиссии, а то, что я понимаю, что это неправильно. Если мы выбрали что-то, мы должны... То есть какая-то последовательность должна быть? Да, последовательность должна быть последовательностью. Это делаем так, значит, и для этого... А то это в результате всё превращается по партийной принадлежности, да? Да, то есть этому можно, этому нельзя, этому нравится, это не нравится. Нет, мы должны жить, мы все хотим жить по законам, которые едины для всех, да? И то же самое, скажем так, задержание Гобзомса, да? То есть я не хочу говорить на это, то есть не хочу его там защищать на это самое, но мы должны на комиссии вызов полицейских понять, какой алгоритм это самое... Действие. Здесь депутат, до какого уровня он защищён, что он может делать, и его не могут задерживать, а что будет считаться противодействием полиции, да? А сейчас получается так, что не зная тех самых всех нюансов того, что было, знаем, что человека задержали, все знаем, что есть какая-то депутатская неприкосновенность, и никто не понимает, где она заканчивается, где она недопустима. Да, вот даже если абстрагироваться от того, могли его задержать или нет, я сейчас чисто формально, разве в комиссию сейма по мандатам в течение 24 часов, как предписывает Конституция, пришло пояснение, зачем он был задержан? Да, об этом же я и говорю, что мы, это самое, и в принципе, я говорил с коллегами, что нам нужно это не для того, чтобы этот случай рассмотреть, нам нужно понять... Для того, чтобы пиарить гомбинуса, да? Да, алгоритм, у нас должен быть алгоритм для всех нас, потому что я понимаю, что вот в моём понимании, что там, если ты совершаешь в составе группе преступления, углажающие кому-то жизни, понятно, тебя должны задержать, да? А если ты присутствуешь где-то, там, даже если ты организатор, и тебя задерживают только потому, что ты организатор... Возможный организатор. Возможный организатор, значит, нужно доказать. Это как-то очень много вопросов... Ведь, может быть, дальше пойти, ну вот, к примеру, есть какой-то депутат оппозиции, я сейчас не хочу говорить, там, вы или кто, неважно. Вы, допустим, в социальной сети, допустим, решили провести какую-то акцию. Мы сейчас не говорим о том, будет она соответствовать нормам эпидемиологическим, не будет, ещё ничего не произошло. И полиция, продолжая вот эту вот аналогию, то, что была вот с тем господином, который вас задерживает, задерживает полицию, говорит, слушайте, а зачем вообще допускать, что он поехал в Тукумс, в Таус и на автобусе? А давайте мы его задерживаем возле дома. Тогда это будет превенция в полном смысле этого слова. Он не будет никого провоцировать, и мы точно знаем, что эта незаконная, по нашему мнению, акция не случится. С таким же успехом вы можете даже не приехать на встречу к своим избирателям. Вас задержат на 4 часа. Давайте пояснение, почему вообще хотели встретиться с избирателями в эпидемиологически неблагополучное время. Ну, я утрирую, но общий смысл какой? Да, вот это и идёт, этот разговор о какой-то последовательности. Потому что сейчас, допустим, у нас был сбой в системе э-голосования. И вторник не было заседания объявленного. Так. И пошли разговоры о том, что нам нужно всем вернуться в зал. Мы говорим, подождите, эпидемиологи сейчас говорят, никаких залов сидим так, как это самое, так, как мы рекомендуем. А теперь из-за того, что сломалась система или не работает, мы должны срочно вернуться в силу. Мы должны срочно вернуться. То есть, ну, где логика, да? То есть, я за то, чтобы все решения принимались последовательно и логично. Если эпидемиологи говорят, что всё... Не собираемся. Или, наоборот, собираемся, потому что ситуация такая, или собираемся в таком-то, все сидим в масках, тогда я понимаю. Но не политик должен говорить, так, система голосования не работает, давайте сейчас всех соберём, потому что нам нужно принять эти законы. Нет, давайте вторник, среда, четверг, пятница. Давайте четыре дня работать там после комиссии, да, там после... Пожалуйста. Давайте работаем в таком режиме, но соблюдаем требования экспертов, а не экспертов нагибаем и говорим, слушай, дай разрешение... Да, у нас сейчас система не работает. У нас система не работает. Работает, потолки большие, всё хватает. А дальше ведь это превратится в абсурд. Допустим, спикер СМСК, слушайте, или там, я не буду, мне же надо в командировку съездить, а давайте мы проведём удалённо, раз я не буду, ну, к примеру. Да, да, да. И уже фактически подстраиваются всё под конкретные интересы. То есть мы должны чётко, скажем так, делать то, что требуется, и от остальных жителей страны, да, ничего не нарушая, не будучи в какой-то эксклюзивности, но и не можем, скажем так, игнорировать требования специалистов. Поэтому, ого, сейчас, ну, очень много происходит такого, что... Очень много непосредственно. Даже вот с этим не будем их рекламировать, там, допустим, есть, там, по существу получается, что один явный депутат антиваксер, не будем его называть. Второй не той вакцины привился. Это, конечно, тоже так очень пикантно, но неважно. Значит, им говорят, ну, вы прокажённые, ну, условно говоря, да, вы в заседаниях Сейма участвовать не можете, мало того, что вы недисциплины, ещё нас заразите, и вообще мы вас лишаем зарплаты и так далее. При этом парламент продолжает работать удалённо. Удалённо, да. И у меня создаётся такое иногда ощущение, что вольно-невольно мы помогаем придурганную кампанию проводить этим лицам, да, потому что, ведь, понятно, они пойдут в конституционный суд, и придётся объяснять эту непосредственность, о которой вы, Виталий, говорите, да. А, Виталий, при том, что они могут подписывать документы, запросы. То есть они могут подписывать документы. А заплату получать не могут? Нет. То есть не участвовать в комиссии, но, насколько я вот слышал, да, там, зачитывается эта сама, поступило вопросы от... Такого-то депутата, да. Перечислятся депутата, да. И я вижу в списке депутата, которого отстранили от работы в парламенте. И вот, и у меня тоже был вопрос, то есть, товарищица, а как мы его отстроили? То есть он не может выступать, он не может забудеть в комиссии. А документы подавать? А документы подавать, подписывать, тем самым он может. То есть, ну, вот такие вот эти вещи, которые, ну, непонятные, непосредовательные. И, как говорится, вот человек, который, как медик, у которого место должно быть разложено всё по полочкам, и понятно, потому что ты объясняешь это пациенту, да, и для тебя должно быть всё понятно. У нас избирателям не объясняется. У нас не объясняется. У нас вот это сделали, и потом люди сами начинают это всё интерпретировать. Ты объяснить это не можешь, это самое... Вот как мы говорили последнее, мы вот говорили перед эфиром тоже, где даже премьер вчера не мог на телевидении объяснить, почему человек с водительскими правами, признающим, кстати, во всём, по крайней мере, Европейском Союзе, там, кстати, и код зашифрован, да, с портретом, с персональным кодом. Там же голограмма на новых сейчас даже, по-моему, есть. Да, абсолютно. Он не может войти в магазин с сертификатом, да, поскольку с собой у него нет ещё ID и паспорта, да, ну, это же какой-то абсурд. Я понимаю, если он ещё показал какое-то рабочее удостоверение, ну, там можно спорить, кто ему выдал удостоверение, но здесь государство признаёт водительское право, весь Европейский Союз их признаёт, а в магазин войти, заметим, не деньги получить в банке, да, а просто в магазин войти. — Я думаю, что сотрудник полиции бы, наверное, бы, во-первых, её не спасили бы, наверное, а Север Шуман бы, наверное, своё, самое-сказое, всё удостоверение и так же пошутить. — И тоже, может быть, не прокатило бы, извините, да. — Да, да, да. Ну, я думаю, если это... Не, ну, безусловно, очень много вещей, которые принимаются, не знаю, на кто зарабатывает, но видим, что нелогично, да, видим, что нелогично, и каждый, я думаю, что вот с этим столкнулся и может повести эти свои примеры, когда, помню, да, в магазине продукты мог купить, рядом была полка с носками, но она была закрыта. — Да, ленточка, и детские ручки тоже были привязаны. — То есть почему продукты мог взять, да, а носки не мог взять, да, то есть, ну, если приняли решение, что магазин такой большой и работающий, это самое, и там можно купить это, ну, так ради бога, давайте и разрешим этим. — Это же относится к магазинам в выходные дни. Ну, почему я не могу ребёнку в выходной день купить обувь? Рабочий могу, если уже зашёл в торговый центр, да, вентиляция хорошая, площадь. Почему? Вот логики нет, я не вижу. — И, ну, чтобы не создавалось, там, скажем, наплыв людей, но я так понимаю, что эти большие магазины, я не хожу, типа, по выходным, скажу честно, но, поезжая мимо, по-моему, стоянка всегда забита. — Всегда. — Этих больших, этих спиц, альфа, они всегда забиты, несмотря на то, что магазины не работают, а работают только даже те же продуктовые, да, ну, там же и кинотеатр, да. — Ну, то есть надо же какую-то логику, в чём мы говорим больше всего, что нет логики. Вот это больше всего, кстати, людей раздражает, они могут понять те или иные ограничения, но когда вот это нелогично, так или как отдельные сферы бизнеса не могут работать почему-то, и мы, как налогоплательщики, платим им баснословные компенсации, да, я никакой не сторонник азартных игр, не дай бог, как говорится, да, но они уже получают многомиллионные компенсации, уже министр финансов сказал, слушайте, ну, а сколько мы будем их содержать вообще, да, или мы запрещаем этот бизнес, или мы им даём работать в зелёной зоне, ну, к примеру, да, так сказать, это как пример, но когда я слышу, компенсация этой компании полтора миллиона, два миллиона, три миллиона, ну, это же, по-моему, перебор. Ну, да, и при том, что мы все знаем, что они работают всё-таки в этом самом интернете, да, поэтому получается, что... А почему мы, как налогоплательщики, должны их содержать? Они только часть потеряли, а есть предприниматели, которые там просто стояли с закрытыми этими магазинами. Да, и им не могут даже выплатить несколько тысяч компенсаций. Да, 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 то есть, ну, очень много непонятного, и ответов нет не только у меня, и нету и у наших слушателей. Ну, что, будем их искать в наших эфирах, эти ответы, всё-таки Виталий Орлов у нас был в студии, и большое спасибо. Большое спасибо, и не болейте. Да. На одной волне с городом. Радио. Болтком.